Посылочки уехали и их получили. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Я хочу есть, я хочу просто где-нибудь сесть В Риме есть отдельный мир, ты в гости, тебе куда пойти В Риме есть отдельный мир, ты в гости, тебе куда пойти В Риме есть отдельный мир, ты в гости, тебе куда пойти В Риме есть отдельный мир, ты в гости, тебе куда пойти В Риме есть отдельный мир, ты в гости, тебе куда пойти Это его драйв, который он вселил и в нас, и в Андрея Тропилова Которому абсолютно не нравилось то, что делает Цоя и я Вообще ему, он считал, что это вообще какая-то билиберда Но Борис был столь энергичен и столь устремлен И так хорошо чувствовал, и видел перспективу И чувствовал, и понимал эту музыку В отличие, кстати, от Тропила, который так и не врубился вообще, что там происходит А Борис это один раз услышал просто у меня дома, опять-таки, на космонавтов Мы выпивали Пришел Борис, неожиданно как-то, в общем-то, свин был там, большая компания И мы с Витей сыграли весь материал 45-ти от начала до конца И Борис сказал, что все, это надо записывать, я поговорю с Тропилой, и мы это сделаем И он это все и продвинул, и инициировал А что касается конечного результата этой записи Тут двоякая такая история Потому что, то есть я три момента расскажу Я могу сказать, что сначала нам это все дико понравилось И Виктору, и Марианне безумно И Марианна рисовала обложку И все было кайфово Мы слушали, переслушали, обслушивались тем, что получилось Тиражировали эти пленки, возили в Москву, их продавали Я не помню, то ли по 3 рубля, то ли по 5 рублей На эти деньги существовали И все было прекрасно Потом Виктор уже спустя годы даже Он говорил, что его это качество не устраивает Что надо все по-другому Но это развитие студийной работы музыкантов в Советской России Было тяжелой историей Потому что студии не было Никто ничего не умел Никто не знал, как это нужно делать И что И всем хотелось сделать так же, как вот пластинка Ультравокс Которую мы купили Слушаем, почему мы не звучим так же Надо звучать так же И Витя хотел уже тогда звучать, как группа Смитс Как бы слушал 45 Говорит, ну это разве-то нет Это надо по-другому, все не так С этой точки зрения, да, безусловно Но то же самое я могу сказать про Альбомы там группы Pink Floyd, например Когда люди слушают Dark Side of the Moon, например Говорят, что это круто Чего я не считаю, кстати А потом слушают там записи первой Сидом Барретт The Piper and the Gates of Dawn Да, и говорят Ну это какая-то чушь вообще Это что это такое Это вообще не музыка Это как-то блям-блям-блям То же самое Это то же самое Потому что 45 это документ Который показывает Что, какой, какой была группа На тот момент времени В 82-м году, условно говоря Вот мы так и звучали И Витя прекрасно пел Он там замечательно спел Изумительно Интересной гитарной партии Достаточно Наши ожидания относительно 45 Я могу сказать На тот момент времени Воплотились абсолютно И даже превзошли наши ожидания Потому что мы ориентировались на что? Мы не ориентировались тогда На Smith и Ultravox Хотя слушали с большим удовольствием И восторгом эту музыку Но мы ориентировались на что? Мы ориентировались на синий альбом Аквариума Например Мы ориентировались на Сладкую Энн и другие Майка На акустический альбом И когда мы записали 45 Мы поняли, что мы звучим А громче Б более электрически С более разнообразно по инструментарию И мы, конечно, были так Ну, но Ну, по-хорошему То есть у нас не было там Какой-то яростной конкуренции И злобной критики друг друга Ничего подобного Но мы поняли, что мы вполне В этой вот обоими стоим То есть Это было Нет На тот момент времени Мы были чрезвычайно довольны Этой штука В этом году Исполняется Исполняется Ровно 40 лет С того момента Как этот альбом Был записан Может быть Ровно 40 лет назад Таким же февральским Вечером Виктор Ставил чайник на кухне И писал песню Соответственно Друзья мои Друзья мои У нас Не было такого Никогда Чтобы Одновременно На двух независимых Лейблах Выходит Две Пластинки Одной группы И это Можно сказать Что это совершенно Новое Такого никогда не было И Можно сказать Что это идет Война лейблов То есть Естественно Что Записи здесь Немножко разные Оформление Тоже Разное И Вообще Для каждого Коллекционера Должны иметь Оба Экземпляра Потому что Каждый из них Ценен по-своему И Ценен очень сильно Потому что В данный момент Как вы знаете Вряд ли Российские Лейблы Смогут заказывать Что-либо В Европе А у нас Нет Производства У нас даже Нет фабрик Которые Производят Картон Нормальный Картон И его Приходится Завозить Из-за Границы Сами Понимаете Что в этой Ситуации Виниловые Пластинки Становятся Ну Конечно На вес Хлеба Естественно Но В военное Время Что Продавалось На Базаре Ну Продукты Питания Шмотки Какие-то А также Патефоны И пластинки Потому что Музыка Не смолкала Никогда Даже Может быть Она Способна Перекричать Взрывы Ракет Дорогие друзья В отделение Выход Вышла Пластинка Начальник Камчатки Я могу Сказать Совершенно Точно Что я Никогда Не видел Столько Темы В одном Флаконе Что Называется Вы Посмотрите Только Как Она Оформлена Что Самое Интересное Пластинка Состоит Из Двух Да Пластинок Но Оформление Конечно Я Никогда Не Видел Подобного Никогда И Делал Это Евгений Козлов В общем Новый Художник Здесь Собственно Оригинал Пленочки Пленочку Я Узнаю Пленочка Это Содержит Даже Автограф Велики Цоя Пленочка Была У меня На протяжении Месяца Наверное Я Копировал Для себя И для Андрея Владимировича Также Для Фирсова Вот И Что Интересно Вы Знаете Здесь Я Не Буду Обсуждать Пока Контент Потому Что Ну Собственно Говоря Что Тут Обсуждать Все Мы Хорошо Знаем Эту Музыку И Ну С Лучшим Качеством И В Любом Случа Вот Эти Книжки Которые Они Очень Ценны Ценны Вот Такими Фотографиями Которые Пробными Значит Этими Обложками Вот Ну Все Это Имеет Определенную Ценность Сами Понимаете Что А вот Здесь Моя Любимая Пластинка Якобы Значит Курехин Популярная Механика И Инсект Калчин Но На Обложке Изображен Курехин А Вокруг него Идут новые Композиторы Игорь Веричев И Валера Аллахов Вот Я не знаю В каком Контексте Здесь Приведена Эта Пластинка В любом Случае Это Очень Красиво Картины Вот И Ну Мне кажется Что В любом Случае Такое Издание Оно Украсят Любую Коллекцию Должен Вам Сказать Что Альбом 45 Не просто Так Собственно Говоря Леша Рыбин Сказал Про Грибинчикова Что Это Его Бенефис Ну По большому счету Я могу Абсолютно Точно Сказать Что Группа Кино Когда Записывали Альбом 45 Они Придерживались То есть Слушали Именно Бориса Борисовича Грибинчикова А он Пел Как раз Вот эти Песни Того Периода Все время И На Витю Цоя Оказала Неизгладимая Действительное Влияние Творчество Бориса Борисовича И он Всегда Опирался На его Мнение Опирался На Его Вкус И Знания И Могу Совершенно Абсолютно Точно Сказать Что Действительно Альбом 45 Является Бенефисом Бориса Борисовича По крайней Мере В той Его Части Где Он Является Продюсером Потому что Действительно Он Спродюсировал Не один Альбом Можно Сказать Что Он Спродюсировал Ну Как минимум Два Альбома Значит Группы Кино Это 45 И Начальник Камчатки И Вот Гребенчакова Слова Приводятся Его Слова Приводятся В буклете Он Говорит Что Вот Послушал 46 Вишни И Значит Он Действительно Очень Так Сказать Нашел Способ Своего Предприменения В части Музыки Но Я думаю Что Конечно Он Имел Ввиду Вот Этот Кассиатон Который Изображен В буклете К Начальнику Камчатки Этот Кассиатон Реально Был Взят У Товарища Артема Троицкого И Использован И Гребенчаков Как раз Посидел Несколько Дней С ним Конечно Он Приторчал От него Потому Что Это Очень Хорошая Залипалова Я вам могу Сказать Что Во времена Сердца Альбома У меня Уже В 86 Году Кто-то Принес Или Как-то Короче У меня Длительное Время Находился В пользовании Более Так сказать Более Лучшая Модель Лучшая Модель Чем То Что Было У Бориса Борисовича И Он умел Аккорды Играть Аккорды Были Написаны Можно Было Там То есть Грубо Говоря Можно Было Играть Уже На Этом Калькуляторе Но На самом Деле Звук Был Очень Прикольный И Недостижимый Для Нас Потому Что Вот Такой Орган Который Там Ну Может Быть Только В Очень Хорошем Аналоговом Синтезаторе Быть То Есть Там Звуки Были Взрослые Достаточно И вот Я Активно Применял Их На альбоме Сердце И Я могу Сказать Что Вообще Это был Период Совершенно Занятости Полной Понимаете Потому Что Помимо Того Что Я Все Так Работал На Работе И Ходил И Ездил На Нее И В общем Я Залипал Часами На Этой Штуки И Значит Она Мне Очень Сильно Давала Вдохновение Дорогие Друзья Я Не буду Долго Сегодня Рассказывать Все Я Вам Покажу И расскажу И дам Попробовать Вот В следующий раз Он Будет Очень Быстро Потому Что Сейчас Ну Настолько Напряженная Медиа Сфера Что Просто Невозможно Продохнуть Что называется И Может быть Мои Выпуски Станут Для вас Глотком Свежего Воздуха Потому Что Они Будут Лишены Всяческого Налипалого Дорогие Друзья Заказывайте Группу Крови Пока Еще У меня Есть Небольшие Запасы Конечно Они Скоро Иссякнут И Пополнить Их Будет Нечем Потому Что Наша Страна Находится Под Санкциями И Неизвестно Куда Они Приведут И Точно В Самый Последний Момент Они Приведут К Винилу Поэтому Винила Не Будет Запасайтесь Дорогие Друзья Держитесь Вам Да Поможет Вам Высшая Сила Да Поможет Вам